Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Итак, мы снова будем слушать ваши песни. Их накопилось довольно большое количество. Снова здесь более чем, наверное, даже 80 композиций. Слушать мы будем по одному треку, потому что кто-то посылает по несколько треков. Мы не сможем их прослушать, потому что время у нас все-таки не резиновое, как не хотелось бы. Ну да, и по отношению к тем, кто прислал один трек, это будет немного нечестно. Поэтому мы начинаем с Данила, с неизвестного без названия, с Клаудбитом. Субтитры подогнал «Симон» Пока он еще не закончился, но я уже хочу спросить тебя, что тебе понравилось или не понравилось, например. Мне понравилось то, что есть прям строгое деление на куплетный припев и вот этот звук водички в начале. Кошка, поэт. Ну да, действительно, похоже на водичку. Ну да, хорошо. Нет, здесь действительно есть атмосфера, только немножко, мне кажется, перебор по реверберации имеется. Реверберация — это эхо, если ты не знаешь. Хотя, может быть, и не такой уж перебор. Ну, если только совсем чуть-чуть. Ну, по крайней мере, да. Если судить с точки зрения гармонии, гармония, конечно же, странная. Но если бы здесь присутствовала вокальная партия, ну, точнее, как бы сказать, вокальная партия, если кто-нибудь что-нибудь начитывал, да, то в таком случае здесь никаких, в общем-то, вопросов по какой-то там гармонии не было бы совсем. Мне так кажется. Что у нас дальше? У нас сегодня большая программа, поэтому как-то надо вот один за одним. Дальше у нас следует Даниэль Абулгазин. Наверное, так. А точнее, Тони Форби и Gymnastics. Вот звучок уже пошел. Вот побольше бы таких треков слышать, таких динамичных. Прикольно. Да, здесь налицо правильное использование компрессора и, ну, не только компрессора, в принципе, вообще всех инструментов и настроек звука. Все замечательно сделано под... Аэробику. Аэробика, да, 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 вот что я хотел сказать. Следуем дальше. Обязательно, конечно же, он окажется на нашей стене в группе ВКонтакте. Валентин Волков. Onyx Sound System. Систем написано неправильно. Сразу говорочка о том, что... Нееет. Трек 2008 года. Ну, видно, что трек 2008 года. Я надеюсь, там баста будет вообще где-нибудь, может быть, на двух минутах. Ну, хорошо, это трек 2008 года, а сейчас на дворе 2017. Где? Где? Где современная музыка? Где? Нет, может быть, тогда все было хорошо, что ты хотела сказать. Мне кажется, тема навеяна реквимпульничте. Что-то есть такое немножко мрачноватое, кислотное немножко вот это вот такое вот электронично, вот такая же, как там была использована. Немножко симфонической какой-то вот музыки электроничной. Ну, возможно, есть, да. Ты не ожидал от меня таких слов, да? Нет, мне-то напомнило, например, какой-нибудь бойсбенд, может быть. Может быть, я ошибаюсь. А может быть, и мы переходим к следующему исполнению. А дальше у нас Анастасия Петрова. Ну, вот это я люблю, это такое я люблю, да. Хороший звучок-то, хороший. У меня аж мурашки побежали, я не могу. Атмосфера, замечательная атмосфера. Опять же, там водичка присутствует. Приятный шум, он разведен на два канала. И, соответственно, этот стереоэффект погружает тебя вот как раз именно туда. Мурашки, то есть такое. Да, замечательно, замечательно. Вот этот стиль я люблю, chill hop, здесь написано. Ну, есть очень-очень много стилей сейчас, которые очень похожи друг на друга. Короче, это не важно, важно то, что музыка действительно хорошая. Мне такое нравится. Особенно она подошла бы под какой-нибудь видеоряд замечательный. Вот мы начали смотреть недавно сериал, собственно, который называется Stranger Things. И она бы вошла туда, мне кажется, очень даже хорошо. Далее у нас следует Артём Сычёв. Хаш. Мелодик дабстеп. Нам очень понравилось. Всё, кроме этой... Великующего звука вот этого. Всё было бы ничего. В общем-то, звук тоже даже неплох. Ну, вот это просто ни в какие ворота. Ну, что это за еб твою мать? Это же даже не мелодия. То есть, мелодик дабстеп без мелодии. Ну... Мне уже нравится. Поэтому не стоит продолжать. Я включил один плеер, включил второй плеер, третий. Они, естественно, никак не совпадают по ритму, но они играют одновременно, и вот это получается вот так. Ну, и, соответственно, сама мелодия. Она здесь как бы есть вот в виде синтезатора из Citrus, который стандартный, и на котором даже не стали выбирать хотя бы какой-нибудь другой звук. Он просто, когда открывается во FL Studio, то вот именно вот с этим звуком он звучит. Ну, это как бы ничего. То есть, для первого трека, но... Евгения Марсал Дуду Бру Одна из прошлых композиций, которую я слушал в его исполнении, собственно, она довела меня до сумасшествия, потому что там большое количество времени повторялось одно и то же, что было, в общем-то, неплохо, чтобы свести человека действительно с ума. Но... Это дубль два, да? Может быть. Ну, там было все неплохо, насколько я помню, и развитие есть. Субтитры сделал DimaTorzok Не, если серьезно вот включить эту музыку и серьезно вот прям сесть, сконцентрироваться, то можно отъехать, мне кажется. Повторюсь, что это неплохо. То есть, для клуба, мне кажется, подойдет вполне врубилый, а не там... Да, в долгу, нахуй. Ребят, очень круто, что вообще, наверное, появился у Вовки этот проект для тех, кто только-только начал посмотреть, как делают другие, кто уже какое-то время делает музыку, сравнить то, что делаете вы, и с тем, что делают другие, чему-то научиться, чему-то подтянуть. Вот мы сейчас сравним предыдущую, например, композицию, да, и вот эту, которая еще... Но предыдущей композицией назвать нельзя. Вот я прям буду сегодня такая мразь, но нету композиции, нету музыки, нихера нету. Люди в комментариях тоже жестокие. Ну, конечно, да. Здесь есть темп, здесь есть единая вообще концепция, идея какая-то, она развивается по ходу... Следующий... Стефан Беляев. А точнее, это Рипер Кат. Опять водичка, да? Снова водичка. Ну, осень на дворе. Да что такое контакт, не надо. Вот эту мелодию, я ее постоянно слышу. Ну, то есть, вот не именно эту конкретно, а что-то вот подобное. Ну, вот что-то очень похоже. То есть, кажется, что люди постоянно друг у друга, и не только друг у друга, а еще у какого-нибудь, допустим, маршмеллоу постоянно. Ну, то есть, это как бы неплохо, но вот эта самая мелодия, как будто она преследует из песни, вот из трека в трек. В каждом треке она звучит одна и та же практически, но... ну, понятно, в общем-то, та же самая мелодия, она играет на нескольких инструментах. Ну, в общем-то, неплохо, неплохо, мне кажется. А еще вот... Слышишь, вот эти вот звуки, они похожи на курицу. Здесь бы тоже зашел, мне кажется, тот же самый эффект, который сделал Тони Форби, вот. То есть, прямо вот здесь тоже этого не хватает, мне кажется, для поддержания динамики. Это можно сделать с помощью инструмента, который называется Gross Beat. Он накладывается в микшере. Короче, нет времени объяснять, просто наложите его и попробуйте, что там получится из этого. Возможно, что это действительно получится. Значит, здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять видосов сразу. Все довольно долго длятся. Семь, тридцать четыре, шесть, двенадцать и так далее. Ну, давай вот самый первый, который здесь есть, вот этот красненький, послушаем. Таня Чупина. Таня Чупина. Снова вот, значит, бабы у нас. Девушки. Трек называется Мировое господство. Мне это Мирона напоминает. Тем более, Мировое господство. Блин, со звуком тоже громкость практически не убавляется, хотя она убавлена вот в ноль. Блин. Гребаный контакт, Майл.ру, что вы делаете вообще? Перестаньте! Они хоть кого-нибудь вообще слышат? Ты посмотри, там в тот же Play Market, вообще там отзывы, там такое люди пишут уже, я согласен с практически каждым. Что вообще происходит? Платная музыка, твоя мать. Если я написал музыку, я выкладываю сам в сеть. Почему я, сука, не могу послушать ее больше, чем час? Почему? Печет! Таня. Если это писала Таня, действительно, не какой-нибудь Армен, Ты респект, Таня. То тебе респект, Таня. Если писал Армен, вместо Тани, то респект Армен. Ну, вот почему-то такое отношение, если девушка пишет какой-то трек, то сразу, может быть, это не она написала, там, может быть, какой-нибудь чувак, или может, она просто как-то скачала. Далее у нас Динар Насиров и его первые шаги, как он написал, сразу четыре первых шага, а название у них 27, 19, 16 и 11. Это странно, но мы прослушаем хотя бы 16, например. Почему бы вот... Наконец-то у нас хоть не беточки. Субтитры создавал DimaTorzok мне нравится, когда люди пишут сами, когда люди играют на инструменте, иногда даже на нескольких инструментах. Это прекрасно. Я вообще живую музыку люблю и не перестаю ее любить, особенно, когда она написана хорошо, мелодично. И если даже есть какие-то недочеты по мастерингу или там сведению какому-нибудь, то это компенсируется в качестве, сказать, самой мелодии. Вот. То есть, опять же, мы повторяем старые слова. Чувак какой-то, блин, в подъезде может сыграть настолько круто, что ты эту запись будешь дотирать на херовых колонках и тебе будет очень хорошо это заходить. Но ты можешь написать унылую говнину на студии за 500 миллионов ее там свести где-нибудь на западе. Ее, сука, слушать будет невозможно, потому что здесь нет души и тому подобное. Это даже, наверное, самое минимальное, что здесь нет души, а просто она написана как говно. Вот. То есть, ну, вы поняли посылку. То есть, короче... Творить с душой. Да. Как это делает Динар Насиров. Идем дальше. У нас тут ЕКБ. И здесь сразу... А, ты название? Да. Понятно. Поэтому будем слушать Light Ambience Inside, наверное, все-таки. Потому что здесь некое название вы увидите, если зайдете в группу ВКонтакте. Ссылка на которую есть в описании. Не, ну, можно вот эти вот иероглифы. Но херово знает, что они обозначают. Мало ли? Я все-таки думаю... Я нашел песенку, в которой очень много текста и смысла, да. Нет, я больше не могу. Но вы все поняли. Далее у нас идет Андрей Тимофеев. Сейчас послушаем, что написал Андрей Тимофеев. И это композиция, которая называется Night. Вот этот синтезатор, который там на фоне идет, переливается из уха в ухо. Вот он иногда в нотку не попадает, если ты заметила. Напоминает какой-то вот отечественный депрессняк, наверное, из 2010-х годов. Не знаю, вот такая вот ассоция с такой музыкой. В 2010-м году я носил длинные волосы, слушал песни про Сентябрь. Все хорошо, действительно. Ну, то есть, ты как и написал, в общем-то, учиться и учиться, да. Но это, в принципе, всем нам еще учиться и учиться. Нету предела совершенства, как говорится. И я бы заменил именно вот этот синтезатор и его партию пересмотрел насчет того, насколько она действительно совпадает по нотам. Дальше у нас Genesis или Genesis. Хотя группа такая, по-моему, уже есть. Но не важно. Он пишет про зомби. Что-то по низам немножечко... По низам слишком низкий бас. Он вообще, ну, практически не слышен. Но, может, у кого-то стоит охренительная акустическая система. Вот мне, допустим, в этих наушниках охренительно слышен этот бас. Тебе, наверное, ни хрена это не слышит. Бас просто на октаву выше можно поднять и ничего особенно страшного в этом не случится. Я знаю то, что многие люди сейчас хотят, чтобы басы... Ну, даже не сейчас, а вообще это уже давным-давно, конечно, хочется басов. Вот. Но это можно... Занижать не можно так сильно. Да, просто этого можно добиться действительно именно плотным звучанием, а не того, что... Не то, что... Именно низкие частоты и сам бас, оно... Вещи такие вот взаимодополняемые, если можно сказать. Поэтому надо действительно работать над звуком и над составляющими, то есть вступление, как говорится. Как всегда, в общем, ошибки одни и те же, в общем-то, вступление, так сказать... Кульминация. Ну и тому подобное, вы поняли, да. Первая полноценная работа, созданная с нуля DJ Nost. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, опять же, я, насколько понимаю, это же транс. Ну да. Для клубника вообще хорошо пошло. Да, вот мне даже понравилось, в общем-то. Действительно, полноценная работа, но видно, что со звуком постарались, потому что, опять же, там компрессор чувствуется, как он работает, неплохо он работает. Вот. И вот тот самый, как раз таки, плотный звук в той или иной мере. И бас, он не занижен, черти куда. И, в общем-то, ничего страшного от этого не случилось. Но его слышно, он бас, он действительно низкие частоты дает. Вот это вот я знаю, да. Это вот стоит выложить просто для того, чтобы... Как не надо делать? Ну, здесь, здесь дичь просто, вот. Просто дичь. Дальше. Алексей Федоров говорит, что привет, мой друг пишет музыку. По мне, это у него неплохо получается. Знаете, вот это вот, типа, а вот мой друг, чтобы так, на самом деле, если сказали, что это все говно, то это не я, это мой друг. Ну, понятно, что по стилю тоже уже старенько, оно совсем не новенько, никого не удивить, ну, и, в общем-то, здесь никто и не стремится к тому, чтобы что-то там кого-то удивлять особенно. Вот, опять же, если говорить о том, что название называется, название написано, что это Love You, то мне было бы страшно, если бы мне кто-то написал такую песню о любви. С признанием для него. Да. Итак, далее у нас Алексер, и у него две композиции, мы будем слушать одну из них, наверное, первую. Гениально. Вот я слышал это где-то уже. Bells, это... Не только их, но и вообще эту песню, как мне кажется. Вот, особенно в этом. Я понял, я понял. Это полплей. Ой, как по мне, так здорово, когда люди берут за образец работы таких, например, мастодонтов, как Coldplay. Которые, между прочим, раньше писали годноту, а сейчас что-то скосились вообще какой-то попчатинку. Ну, как по мне, ну, не знаю. Вот раньше они были, вот у них был стиль какой-то свой, сейчас у них тоже есть какой-то свой стиль, но они вот то ли зажрались просто, ну, хрен он знает. Вот раньше мне нравились те самые Cloaks, вот. Нет, бывает, когда люди берут за пример на самом деле таких вот мастодонтов, как Coldplay, а бывает, когда они просто у них что-то дырят. Да. Ну, вряд ли человек на самом деле написал что-то по действиям каких-то там Coldplay. Просто оно так и совпало. Потому что вот именно много сейчас людей, которые пытаются написать что-то в этом стиле. Оно приятно звучит, но оно звучит приятно одинаково у всех. Что я могу посоветовать, кстати, кроме того, что мы сейчас тут говорили, это попробовать попользоваться изотоповскими плагинами, компрессорами и лимитерами, и не только. Там много всяких вот таких вот вещей. Как раз они помогут сделать звук более жирненьким. Далее у нас следует Алексей Анисимов с композицией, которая называется Deep. Это одна из трех, в общем-то, вещей, которые он прислал. Я думал, что сейчас что-то случится, но там только мужик крикнул, это и все. Ну, блин, ну, нет, опять же, для клуба хорошо, когда 164 раза одно и то же тебе повторится, а ты все еще вот под действием того, чем ты там закинулся. Так, звук мне нравится, звук прям хороший, его приятно слушать, прям для ушей очень даже круто. Копи, пейс, копи, пейс, копи, пейс, одинаковые кусочки у тебя так и проигрываются, и ты думаешь, вот здесь вот через 10 минут надо как-то разнообразить, и там мужик такой, ааа, и все. И даже опять еще понеслась. А здесь будет, о, вот здесь вот, да, Стас Жданов, это наш постоянный клиент, вот здесь на самом деле будет вообще не свойственная для него штука, я ее уже слушал. То есть мы помним, как мы слушали дабстепочки всякие. Все, конечно, вот так вот прям громко и мясистенько, да, а бас-то нет. Я вот даже в мониторных наушниках не услышал. Барабаны хорошо звучат, такие прям тоже мощные, но это, видимо, насколько я понял, тоже сэмпл какой-то скачен был. Как бы, ну, хотелось бы бас услышать, чтобы прям совсем от мясиста было жирно. И наконец-то у нас появляется живая музыка, более-менее такие вот направления, как Роцк. Вот о чем я и говорил, мы приблизились к человеку, который записывает и сводит, как он уже сказал, на телефоне именно. Забегу вперед и скажу, что по качеству это выглядит не так плохо и даже, в общем-то, не скажешь, если бы никто не объяснил то, что это с телефона, то я бы не подумал, наверное, скорее всего. Наблевать на погоду, в кармане бабло, в клубе тепло. Ра! В карманах бабло, веселье тут прет, прям как в Новый год. Ай! Вот это замес, тут полный донбол и кроссовиц полно. Ра! И все решено, заливаем мы тут в клубе, бро. Ну, а пока куплет и напой, мы шумим в клубе, бро. Давай мы в клуб залетаем, текила... Вот такая ситуация. Ну, вот как он написал, не хватает драйва, действительно, драйва не хватает. По стилю, у нас здесь было много стилей, у нас тут дохера уже, кстати, мы рассмотрели не только в этом видео, но и в предыдущих. Если быть объективными, то... Либо так сведено, я не знаю, просто не разбираюсь, как можно сводить музыку на телефоне. Можно. И он сказал, раздел. Это действительно возможно. Поэтому кто-то запарился над тем, да, какое железо ему купить для домашней студии, а кто-то вообще делает это на телефоне, не парится. И действительно, вот, интересно, чтобы получилось в студии. Потому что на каждого исполнителя найдет свой слушатель, если исполнитель не делает откровенное говно. Еще вот хотел сказать о том, что некоторые посылают свои треки и приписывают то, что там, допустим, ну еще вот мастеринга нет, еще я вот еще не сводил, вот еще там будет соло-партия, но вот сейчас мы пока без нее. Но почему сейчас без нее? Мы как раз вот его послушаем, скажем... Полуфабрикат. Говно. Вот мастеринга нет, говно. Ну что, лучше не занимайся музыкой больше никогда. Я, конечно, понимаю, что хочется прямо сейчас, но, блин, с музыкой так вообще не прокатывает. Если можно, конечно, в траве сидел кузнечик на одной струне сыграть, тогда да, понятно, здесь оценивать нечего. Прям мощно, действительно. Это героизм. так и называется этот трек, а вы уже это увидели. Хороший звук, блин, такой прям... Жирный прям. Да, жирный прям. Ну, здесь все хорошо, здесь очень... Все очень хорошо, действительно. Вот таких, наверное, вещей у нас еще не было в музразборе, да? Ну, сразу не пугайтесь, это вроде как и кавер, но, в принципе, по отношению к этой песне именно, это даже, наверное, таких слов, как кавер еще тогда не было, наверное. Вот, мы еще тогда росли, мне было, наверное, лет пять. Приблизительно. Перепевка, наверное, да, называлась? Ну, я даже хрена узнаю, это вообще было ли что-то в этом роде такое. Ну, какое-то что-то такое, да, конечно. Кавер на группу лицей, вообще, если кто-то знает. Песня осень, да. До сих пор, да. Субтитры сделал DimaTorzok Сама по себе песня просто унылая еще. Я вообще не знаю, что движет человеком, который делает кавер в 2017 году на группу лицей. Это оригинально, конечно. Вот, но действительно, есть над чем поработать, и из этого можно сделать что-то интересное, потому что мне бы в голову такое не пришло. Может быть, использовать кусочки оригинала какие-то, вокальные, ну, где-то их можно, может быть, нарыть, ну, или просто хотя бы эквалайзером там почисть, чтобы только голос был слышно. Далее у нас Витали Рин, со страшным названием, которое я не могу прочитать. Очень приятно, наверное, когда к трекам люди приплессовывают еще свои картиночки, может быть, не полностью с собой нарисованные, но прям приятно, да, обложечек какая-то, атмосферные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если там говорить о какой-то критике как раз, то мне показалось многовато немного низких частот, то есть низов, хотя они мощные прям вот прям хорошо. Прям страшно. Хорошо, вот не хватает только серединки, мне кажется, а так все прекрасно вообще. Вот, тема изменяется резко, то есть вот идет танцевальный какой-то ритм, потом херак, и оно обрывается, и идет что-то более медленное. И оно, оно интересно, оно кинематографично, вот что я хочу сказать. Не всегда это так вот сразу воспринимается, но мне, короче, понравилось. Вот я ничего не могу сказать. Далее просвучит очень серьезная композиция. Выступает Dell My Mind с композицией про вареную курицу, которая называется Херня. На удивление, он попал в музразбор, это значит, что не все так плохо. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как-то так. Мне прям мелодия даже понравилась, она какая-то такая добрая. Такая же, как вареная курица. Ну, понятно, что там, возможно, где-то что-то недоработал и собственное отношение к этому треку, видимо, и проявляется в его названии. Вот, но, на удивление, мне понравилось, потому что он необычный какой-то такой. Следующий у нас Кена. Наверное. Вот в прошлый раз я запаривался, как это правильно читается, и в этот раз я вообще постоянно запариваюсь, как читается что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, мы слышали уже, да, Ярослава ранее. и действительно, вот человек выбрал свою стилистику, и в ней вот, как можно модно сейчас говорить, двигается, масштабирует, и все проще. и все проще. говорят, что ты будешь зарабатывать деньги, ты что, да ты будешь зарабатывать деньги, а ты говоришь, я не хочу зарабатывать деньги, а ты, сука, будешь. Вот, и вот эти вот все их замечательные слова по поводу там всяческих вот этих вот внедрений, масштабирований, вот все таки, то, что засирает людям мозги. Видите, движение вместе, вот эта вот модель, то, что несколько людей объединяются в команду, и они двигаются вместе. Также можно сказать про забитый утром автобус, в котором 50 людей двигаются вместе. А кто-то внедряет бздёх в это время, кстати, замечательно. Ну, простите. Опять же, еще одна радость, то, что мы приближаемся к концу вообще всех предложенных наконец-то аудиозаписей. Мы много отклонили в этот раз, потому что очень было блин, однообразной музыки. Может быть, это кому-то будет обидно, может быть, нет, но блин, но вот очень. Видимо, со временем начинаешь как-то повышать эту планку какую-то. Это, конечно, слишком высоко и громко сказано, но... Нет, когда люди пишут, люди скидывают музыку и просят оценить, то они, наверное, должны быть готовы к тому, что либо поставят дизлайк, либо отклонят их творчество. Либо наоборот оценят. То есть, одно из двух... То есть, в любом случае, вы не должны слушать только меня и вот ее и никого больше. Вы должны, естественно, творить, опираясь на собственное мнение. Конечно, если вам уже все вокруг будут кричать, что перестань этим заниматься, потому что у меня течет кровь из ушей, тогда понятно, конечно. Вот, но по большому счету вы должны слушать самих себя и не только в музыке, но и в жизни вообще. Привет, Петербург! Далее у нас Данил Кудрявцев, который скрывается под ником BIM. И это композиция, которая называется BOOM. Короче, BIM BOOM. Мы еще не дослушали, конечно же, до конца, как и вообще, в принципе, все, мне кажется, треки сегодня. В той части последней, перед которой мы остановились уже, там было много, слишком много компрессора, как мне показалось. Бас иногда, вот он пропадал и так вот похрипывал. Но вот опять же, та же самая тема, как у Кена, типа того, как раз именно расчет на позитив какой-то. Над именно соло партиями, соло инструментов как раз еще стоило бы поработать, именно в плане их музыкальности, наверное. Ян, гадай, вот еще похоже, что-то у тебя пишет, такое вот, немножко японизированное что-то. Японизированное, да. Будем применять этот термин теперь к именно этому стилюмону. Ко всему непонятное. Японизированно пишите. Похоже на что-то восточное, но баса много, но правда много. Я знаю, что ты не хочешь убирать бас, но надо убирать баса немножко, ну пожалуйста. Потому что, блин, ну тогда правда станет все хорошо. Рад вам сообщить, что мы прослушали все предложенные нам записи до 7 ноября 2017 года, то есть до сегодняшнего дня, когда мы записываем это видео. Мы будем в ближайшее время ждать ваших новых творений, и будем прослушивать их с новыми силами. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии, естественно. Всем пока, спасибо за внимание. Пока!